всем привет сегодня разбор очень интересной необычной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе клевер парк который вам знаком по многочисленным моим разбором если не смотрели то бегом смотрите все мои ролики которые связаны с жилым комплексом клевер парк ну а сегодня я рассмотрю вот эту интересную квартиру 91 квадратный метр стоимостью 14 миллионов рублей друзья если они у вас есть ведите покупать ссылка на сайт оставлю в описании тоже можете перейти на эту квартиру и посмотреть ну а сейчас приступаем к разбору что можно сделать из этой конкретно взятой квартиры товарищи прежде чем начнем разбор подписывайтесь в телеграме на мой канал интерьерные встречи там я рассказываю про дизайн и не только я много людей связаны с этой профессией и если вас эта тема интересует дизайн ремонт интересные материалы мебели все такое прочее то подписывайтесь телеграм канал интерьерные встречи ссылочка в описании ну а я начинаю первое с чего нужно начинать разбор планировки это понимать для кого ты ее делаешь так вот мне представился здесь совершенно четкий портрет потребителя которому бы эта квартира подошла на мой взгляд это программист айтишник который живет один или с подругой и он работает дома так вот мне кажется для него это идеальный вариант тем более что квартира находится в клевер парке где есть вся инфраструктура можно выйти в парк погулять там есть куча магазинов огромный фитнес-центр с бассейном в общем там чего только нет поэтому локация классная если ты сидишь и работаешь из дома то вот это вариант как раз для тебя сейчас покажу как это можно улучшить и сделать квартиры мечты просто для программиста работающего из дома но может не то не обязательно программиста но в общем какого-то замечательного парня который так сказать живет и работает на благо родины у нас есть входная группа которую мы должны сделать большой и просторной где поместились бы вещи коробки из-под компьютеров ну и прочая лабуда которая необходима для хранения вот различных айти специалистов я бы немножечко планировку поменял в этом смысле то есть вот эту комнату например уменьшил увеличил бы холл а это значит мы смогли бы сделать шкафчик побольше в этом холле мы могли бы встречать своих друзей айтишников которые приходили бы из других соседних квартир или из других жилых комплексов и здесь могли бы начинаться вот эти вот фуршеты и встречи единомышленников дальше они могли бы проходить в общее пространство которое я непременно бы сделал вот из этих двух комнат вот это вот кухня гостиная обратите внимание пожалуйста вот есть кухня и гостиная на сегодняшний день она 18 метров квадратных но это маловато маловато поэтому ее обязательно увеличиваем увеличиваем объединяем две комнаты и теперь у нас здесь кухня у нас есть по остров у нас есть стол отдельно стоящий я знаю что они очень любят играть в настольные игры поэтому за таким столом будет удобно расположиться и сыгрануть в какую-нибудь в монополию вот как получится здесь у нас будет обязательно стоять большой диван телевизор напротив и это сделает вот это большое пространство очень удобным и комфортным оставшаяся комната это конечно же будет спальня спальня будет небольшой но очень уютной в которой будет располагаться наш герой когда так сказать утром пойдет спать после напряженного ночного рабочего дня ночи если правильно сказать вот поэтому эта квартира еще раз хочу повторить подходит для человека работающего из дома не обремененного детьми у которого есть отдельный кабинет есть большое общее пространство чтобы он чувствовал себя свободно потому что работать и творить в каких-то маленьких комнатушках невозможно невозможно поэтому нужно пространство расширять но а спальня большая не нужно поэтому она здесь небольшая и получается что пространство идеально сбалансировано под жизнь и работу холостяка но в будущем с подругой просто идеальный вариант в идеальной локации ребята переходите по ссылке смотрите общайтесь продавцами я думаю что потом спасибо скажете придете за дизайном это самое важное прийти за дизайном за ремонтом красивым и будет вам счастье все ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите на колокольчик пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу на этом все да прибудет с вами муза всем пока